Фундаментализм В зависимости от эмоциональных оттенков Кто-то называет салахизмом, кто-то называет ваххабизмом Есть и более экзотические вариации Типа чистый ислам или ислам строгого соблюдения Вот мы сейчас говорим об этом И начнет эту тему Основной докладчик это Мухаммад Салахидин Эльмир Муалин будет ему оппонировать У вас и у меня есть право задавать вопросы Но у меня, наверное, еще есть возможность прервать Регламент примерно тот же Я всех попрошу высказываться как можно более тезисно, четко и внятно Если у вас есть вопрос, задавайте его как вопрос Если у вас есть мнение, переведите, транспонируйте его в вопрос Мухаммад, прошу тебя Ну, наверное, я скорее продолжу Уже не как с ульфийской стороны, с ультасавуха А именно с фундаменталистка, ваххабистка, с ульфафисткой Уже как раз я затронул эту тематику Ну, а что касается заданной темы фундаментализма, которая указана Ну, фундаменталист, как вы уже сказали, да В принципе, он начал муссироваться в фундаментализме в 80-х годах В основном он был предназначен к различным исламским активным движениям В частности, к политическим движениям Потом мы пойдем в прессе В основном характеризовался как фундаментализм И где-то в середине 90-х Как-то несколькая политическая ситуация В нашей стране изменилась, в первую очередь, мировой Какие-то пошли тенденции противостояния различных Появился такой термин Ну, начал, точнее, он был до этого Но он начал тиражироваться именно в середине 90-х Особенно на нашей территории Российской Федерации Вот, и начал вот именно развиваться в таком ключе Ну, как я уже сказал, в принципе, в начале 90-х Именно в 92-м, после развала СССР Смены режима То есть упадка коммунистического режима Начали появляться очень много различных идей То есть рухнула железная занавесь И в российскую, в частности, в нашу страну Приехало очень много различных Деятелей, шейхов Также поехало очень много из нашей страны За рубеж и получили очень много информации И вот одна из них, это Получили знания, новых знаний, новых людей И одна из них, вот, это наша, в первую очередь, молодежь Начала знакомиться с исламом С салафийского плана Ну, это в основном Саудовская Аравия Ну, еще и были, знакомились с такими направлениями Как тоже очень заметными направлениями Как братья-мусульмане Кстати, вот братья-мусульмане Они тоже имеют начало суфийское То есть основатель братья-мусульман Воспитывался в суфийской среде То есть его отец был суфием Он воспитывался у суфийских шейхов Но немножко вобрал некоторые элементы сарафизма И создал что-то такое, соединенное Между суфийской и салафийской Такое, корее движение В принципе, она тоже сыграла В принципе, сейчас играет Вот это тоже направление Очень важное Важную роль Мы знаем, что сегодняшний режим Режим в Курции В принципе, он так или иначе Относится к этому направлению Да, с которым сотрудничает наша страна Успешно На десятки миллиардов долларов Вот И салафизм сейчас, вот вы видите Сразу поменялось отношение Как король Салман приехал с огромной делегацией Впервые в истории России Приезжает король в нашу страну И в принципе, сейчас очень пошли Интенсивные взаимоотношения Ну, больше в экономическом, конечно, в плане Политическом Меняется конъюнктура в мире Поэтому, в принципе, и все Любые движения И в частности, вот, салафийская Будь то суфийская Здесь в первую очередь Играет роль социальная и политическая И противоречия, которые возникают Между различными группами Они возникают не на религиозной Или почве аквиты Вероубеждения, да Они в основном возникают из конъюнктуры Вот Конъюнктура подогревается В основном политиками И политическими деятелями И вот эти противоречия Внутренние тоже подогреваются И направлениями У меня очень яркое Такое наблюдение Когда американцы зашли в Ирак То есть до этого Фактически нигде не муссировалось Вопрос шизма и сунизма в Ираке То есть этот вопрос был такой И население очень много Общался с иракцами В то время до вторжения американцев в Ирак То есть вопрос сунизма и шизма Практически не возникал Особенно среди населения Они жили достаточно очень тесно Дружили, женились друг на друга И жили в достаточно очень мирных условиях Да, и взаимопонимания Но вот этот вот раздел Он произошел с обводом И резко появились курды Резко появились политические тенденции В этой стране И пошел принцип Разделяя власть Раз пришла сюда Какая-то определенная крупная сила То она начала делить Такая же ситуация Примерно прошла в 90-х годах То есть начали делить там Салафитов Или не таких Еще не до конца образованных салафитов Не до конца получивших салафитские знания То есть которые в основном Пользовались какие-то яркими Высказываниями, выражениями Салафитских шейхов и так далее Их начали стравливать Какими-то суфийскими И суфизм Например, я имею в виду на Кавказе В частности, особенно в Дагестане Начался наращиваться Такой был задействован государственный ресурс Ресурс на наращивание Менее удобный Салафитский теорий Потому что она как-то больше ассоциировалась с сепаратизмом Вот, и здесь шел такой И искусственно разогревался вот этот вот конфликт Конфликт, который был Поскольку у суфийского направления был государственный ресурс Естественно, постепенно Салафитский теорий Салафитский был вытолкнут из Дагестана И маргинализирован, так скажем Вот сейчас интересно, очень тоже можно наблюдать Ситуация в этом плане Ингушетии Сейчас вот Достаточно разумный Нынешний глава Ингушетии Очень разумный, очень взвешенный Не приходилось им сидеть, общаться Вот И даже вот на одной встрече Мы сидели вместе с Евкуровым Он мне рассказал очень И вот это такая простая история Которую он рассказал Я понял, какую политику он хочет вести У себя в республике На простом примере Он говорит, мы летели в Кувейт И делали транзитную пересадку в Дубае И мы пошли в Мусалью Там есть в Дубае место для молитвы И он со своей группой пошел совершить намаз И некоторые из его группы пошли делать тагарат И он остался в Мусалью У него был тагарат Он остался в Мусалью И наблюдал за приходящими в Мусалью людьми Он говорит, я смотрел и поражался Приходили монголоидные, негроидные, европроидные, азиаты Все вместе сидели Каждый читал намаз Каждый держал руки То есть это говорит политический лидер республики российской И вот он со стороны смотрит Для него это вот как-то балдиковинка Кто одел тибетейку Кто не одел тибетейку Кто руки держит на пудком Под пудком На намазе Кто как И когда кто-то сказал Ихам Все встали и все вместе прочитали Потом, когда пришли Мои представители делегации Мы встали на намаз Он говорит это С открытием для себя И мы тоже все И каждый читал Кто раздвинул ноги Кто сдвинул ноги На намазе Кто У кого где руки Как находятся У кого чего Каждый читает И ни у кого Друг Друг Не было Птензий Никто не возмущался А когда я вернулся В Ингушетию Зашел в мечеть Даже мне делают Замечание Почему я тибетейку Не одел Главе республики Приходит Один сидит Извиняюсь Моргин Не говорю Главе республики Чего у тебя тибетейки Нет То что он не увидел И вот он В принципе В таком простом примере Он объяснил Поэтому он сейчас Дал возможность Другим И вы знаете Наверное Произошли Какие-то определенные Проблемы В духовном управлении В Ингушетии Он пытался Как-то это все Уравновесить И дать возможность Всем Как-то реализовываться То есть Такая мудрая Позиция Политика Да Он для того Чтобы навести Стабильность В своей республике Он понял Что не надо Ограничивать Какой-то группой Там Суфийской Салафицкой Там Ихваницкой И еще Не надо людей Ограничивать группой Надо создавать все равно Вот суфизм Салафизм Ихванизм И другие В правке Это вот Я скажу Из своей Длительной практики Это просто Черта характера Одному свойственно Больше салафизм Его черта характера Более приколны Салафизм Или он воспитан Такой Ментальностью Ему больше присуще Салафизм Ему комфортно В этом Ему не комфортно Быть Тасауфом Вот Да Он немножко То есть Это такие Разграничения Движения Потом Кому-то более Конфортно В середине Где-то Между Тасауфом И Салафизмом Это вот Ихванисты И Вот Они тоже Делятся На очень многие Организации Да Например Есть Ихвана Мусульмон Братья мусульмане В Египте Которые запрещены В России Да А есть Братья мусульмане Которые называются Хамаз Которых Путин Пригласил В Москву Вот То есть Все очень Разнообразно Есть Тоже представитель Эрдуган Тоже представитель Школы Братьев Мусульман Есть То есть Они тоже Все очень Разные И в силу Политических Обстоятельств Они оказались Кто-то У обочины Кто-то Оказался У власти Дорогой Мухаммад Простите На минуту Позвольте Ваш Микрокоп Потому что У нас остался Один Я просто Хочу Зафиксировать Две Установки Которые Вот сейчас Прозвучали Они крайне Интересны Но Я хочу На них Поставить Акценты Первый Первая Установка Это То что Разделение Салав Не салав Это Не Вопрос Акрытый А вопрос Политических Взглядов Политической Ориентации И Второй Момент Что Это Как бы Некие Личностные Характеристики То есть Просто Человек Психологически Одному Свойственно Такая Некая Романтическая Размытость Вот он В сухе Идет А есть Люди Строго Как Бухгалтер В салав Это Два Установочные Вещи И В связи С Вот Первой Установочной Вещей Что Различие Между Салав Идетом Это Не столько Вопросы Акрыты А сколько Вопросы Политики У меня Докладчик Вопросы Могли Либо вы Очень Коротко В двух Трех Прикложениях Сформулировать А что Есть Политическая Кредо Салав И чем Оно Отличается Это Первый Вопрос В этой Слизи И второй А что У Не Салав Нет Политических Установок Или они Тоже есть Но другие В чем Разница Политическая Разница Между Фундаменталистом И Не Фундаменталистом Не Ну Здесь Надо Выделить Момент То есть Салафиты То есть Суфи Давайте начнем Суфи И Тасауф Они Больше Заняты Вопросами Души То есть Ковного Совершенства И так далее То есть У них Акцент Наставлен На это И вот Они Именно Как Заточены Над Это Салафиты Это Буквалисты То есть Которые Ну Так Грубо Если Так Вдруг Слова На самом деле Все Гораздо Сложнее То есть Они Больше Привержены Такой Буквальной Теории Да А уже Другой И Тех И Других Огромное Множество В зависимости От страны Обитания Да Внешних Влияний В первую очередь Политических И конъюнктурных Все они Так или иначе Зависимы От конъюнктуры Которая В данной стране Политическая Конъюнктура Которая Сегодня Находится В той стране Обитания Вот И потом Поэтому Здесь нельзя Рассматривать Как Единый Организм Это не Единый Организм Как я уже Раньше Сказал Террикаты С одинаковым Названием Я вот По разных Странах Бывал Встречался Они очень Разные Они очень Разные По-разному Реагируют И даже На политические События На политических Лидеров Одни Террикаты Которые Поддерживают Какого-то Лидера В своей Или Другой Стране А другой Такой же Террикат С таким Названием Не поддерживают То есть У них В зависимости От того Какая Подборка Там у них Интересов То есть Двух Трех Предложений Определить Это Невозможно Очень Очень Разнообразно Такой Цветной Фон И надо Конкретно Разбираться В каждом Отдельном Случае Иначе Это будет Необъективно Спасибо У зала Есть вопросы Я не дал Вам прошлый раз Слово Поэтому Спрашивайте Вопрос И кратко Спасибо большое За Ваши Интересные Идеи Вы сказали Что Мексикологическая Склонность Определяет Значит Дверженность Того Или Ному Течению В Исламбе В принципе В Станетесь Вопрос Вопрос По суфизму Вопрос Как Известно Суфизм Он Бывает Двух Видов Интеллектуальный И вот После Мамы Газари Пошел Народный Суфизм То есть Старикаты Хотя Мне кажется Совсем Корректно Ну Тем не менее Он И последователь Он дискутировал С Иванарапией Во многих своих Вступлений То есть Это Представитель Такого Интеллектуального Суфизма Вот Вы Как Представитель Суфизма Как Относитесь Именно Интеллектуальному Наследию Суфизма Воспринимается В его В доктринальном Уровне Или Для вас Это Что-то Какое-то Неоплатоническое Улияние Вторжение Каких-то Инноконфессионального Присутствия Внутри Слава И так далее Вот эти Два Вопрос Спасибо Спасибо Ну Я Не Сарафин Наверное Назвался Вопрос Да Ну Ладно Хорошо Если Вам Я Толерантный Либеральный Наверное Уже стал После того Как Прошел Через Все Горнила Различных Течений Вот За 40 лет Своей Исламской Деятельности Я побывал Где только Я не был Поэтому Кого только Я не видел Вот Каких видов Я Организации Не видел Все Я уже Устал от всех Если честно Говоря И поэтому Я уже стал Толерантный И Простый И стараюсь Как-то Что Вижу Что Вся Вот Эта Подяга Она Имеет Конъюнктурный И политический Аспект То Что Касается Ширитов Ахмадитов И так Далее Я считаю Что Во-первых Есть Коран И Сумна Это Основа Ислама Да Она Вся Те Кто Признают Коран И Сумну Соответственно Он Увляется Мусульманином Вот И Если он Следует Им По-своему Следует Например То Что касается Ширитов У них Есть Афаритский Мазар Есть Еще Какие-то У них Очень много Течений Исмаилитский Которые Несколько У шиитов Есть Такая ситуация Любят 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 Далили К своим То есть Их Трудно Опровергать Потому что Уже Прошло Очень Много Времени Они Опираются На Какие-то Тоже Свои Сточники Тоже Тоже Читают Читают Пятикратные Намазы Вот Ну Есть Какие-то Я Считаю Шероховатости Все-таки Это Шероховатости И Можно Взаимодействовать И В основном Так же Противоречия Между Нами В основном Они Политические Например Сейчас Иран Продвигает Такую Сосонитскую Ну Политические Иран Продвигает А так Ну Свою Политику Возрождают Такие-то Было Имперское Начало И В принципе Государство Очень Запрачивает Большие Средства Есть Бюджеты Ирана Которые Запрачивают На Распространение Именно Швейцкой Модели Да В разных Регионах Это и Африка Здесь у нас Россия Культурный Центр Активнее Действует Чем Какие-либо Другие Вот Так что Поэтому Я к этому Отношусь Надо Сосуществовать Надо Понимать Надо Сидеть И договариваться Разговаривать И Стирать Вот эти Шероховатости Которые На Вот именно На Уровне Веры Веры Убеждений Интерпретации Фиг Там И так далее Вот Это вот то что касается Это то что касается Ахмадидов Ну да У них есть Некоторый Отход Ну как сказать Если так можно Выразиться В частности Они вышли в Пакистане Они тоже Ахмадиды Они тоже имеют Политическую Основу Да То есть Они сидят В Лондоне Они нужны Были МИ-6 Они нужны Были Великобритании Полниарной Державы Для того Чтобы иметь Какой-то Ресурс Воздействие На Для Дестабилизации Поэтому Они в принципе Используют Я посещал Их в Лондоне Это Внешне Это такая Ханафитская Такая мечеть Самая старинная Мечеть в Лондоне Вот Так же Они читают Намазы Все делают Но у них Какой-то там Есть Извиняюсь Прибамбас Свой Вот Который Они его используют А Благодаря тому Что они видят Что их не любят Основная масса Куда они вышли Из-за Индостана В частности Из-за Кистана Вот То Для того Чтобы Их используют Их в основном Используют В качестве Такого Рычага Воздействия Тоже политического Рычага Воздействия Давление И так далее Вот Второй вопрос У нас был Это первый вопрос Примерно Я этому ответил Да Вот Второй вопрос Дружескоп Про Супер Ну то что касается Супер Как я уже сказал Это очень У них очень много Грани Они очень разные Вот А есть которые Вот как разъяснил Сегодня Авдоров Казрат Он описал Такими должны быть Суфьями Я думаю Многие Из не сидящих Такой расклад В принципе Удовлетворил Вот Именно Такая Позиция Суфья Которая Очень большую роль На протяжении Всей истории Своего существования Именно Просветительской Но Когда Дело возникало С какой-то конъюнктурой Политической В частности У султанов У калифов И так далее Он играл Какие-то Преструктивные роли И были столкновения Мы знаем Много Таких столкновений Да Вот в частности С Ибн Тайми В 13 веке Да То есть там были Именно бюрократические Структуры Суфийские Которые существовали При Ибн Тайми Очень много Наделали скандалов Шейх Ибн Тайми Он был Таким Во-первых Очень серьезным Богословом Мыслительным И ему Приходилось Вот тягаться Суфиями Которые в принципе Готовы были Отдать оккупантам Монголам Или как называют Татарами В армском мире Да То есть Да Вот Вот он Выдвигал Какие-то определенные Драки И что надо Освобождать Землю от них Мусульманскую То есть Вот в почве Там происходили Небольшие трения Но их Почему-то Тоже Постоянно Их тыкает Что это Какие-то Ахидальные Вероубежнические Такие И так далее Может они Имели вид Но там тоже Связано С политикой С конъюнктурой То есть Суфийской бюрократии Не хотела отдавать Чтобы Минус лидер И поэтому Они Стали на своем И у них Происходили Определенные Столкновения Между собой Вот А то что Казается Вот еще Интеллектуального И народного Ну я не против Не могу Ни народного Ни интеллектуального Если они В определенных Рамках То есть Если они Никогда не выходят И даже Слово Давать Либо на арабии Допустим Я считаю Что Я раньше Так думал Вот он Еретик Какой-то Такие вещи Заявляет Как он себе Может позволять Потом постепенно Я понял В принципе Пускай говорит Надо слушать Если Не надо говорить Еретик Просто говори Как ты думаешь Вырази свою Позицию Веди диалог Когда ты ведешь Диалог Интеллектуально Взвышаешься А когда ты Такфиришь Ты Опускаешься То есть Ты себя Ограничиваешь То есть Когда ты Как будто Называешь Еретиком Поэтому Я не Сторонний Бот Таких Обзывательств Такфиров Потому что Это Маргинализирует Это Человек Который Этим Занимается Маргинализируется И Создает Большие Проблемы Для окружающих В первых В случае Для своих Ну так и Скоро Есть еще Вопросы Еще один Потом Перейдем к оппоненту Давайте Слушаем Можно Конечно Вопрос Мухаммад Абзыв Вот Даже Если На эту Схему Посмотреть Да Суфизм Традиционализм И Прочие Деления Вот Мухаммад Абзыв Вам Не кажется Что Иногда Мусульмане Ведутся На Какие-то Условные Деления Нас Умны То есть Вот На самом деле Вот такой Четкой Границы Нет Что Здесь Фундаменталисты Здесь Традиционалисты И так далее Даже Суфизм Он неоднородный Люди Просто По природе Своей Склон Ага Там Немцы И Англичане Боюют А Есть Ведь И такой Фронт На половину Немцы На половину Англичане И они В такой Войне Обычно Тоже Какую-то Позицию Занимают Иногда Нейтральную Но Это тоже Позиция То есть Вот Вам На такие деления Которые Часто Предлагают Востоковеды Или просто Исследователи Мы как-то Ведемся То есть Таким образом Чтобы Вынуждены Что ли Какой-то Фронт Занимать И уже Позиционируют Себя Кем-то В итоге Мы становимся Кем-то Кому Врагом А на самом деле Умма Это же Мы же Мусульмане Вот Сегодня Например Здесь Брат Аушул Он говорил Кто такой Суфист Это тот Кто работает Над Самоотчением Над собой И так далее Так ведь И саляфиты То же самое Говорят Они ведь Тоже О душе О самоотчении И так далее Тоже Заботятся То есть Не кажется Вам что От этих Просто Делений И стереотипов Устов Отводить Надо Ну безусловно Я думаю Главным фактором Для откуда От этих Стереотипов От этих Делений Это Просвещение То есть Поднятие Образовательного Уровня То есть Образовательный Уровень Очень низкий Особенно В России У нас Очень низкий Я просто Вот Приведу пример Я уже говорил Об этом Простой Элементарный Пример Из Ближайшей Практики Босни Босни Герцеговина Недавно Я встречался С ними Несколько раз Уже встречался С ними Общался Ну первое Первое Я хочу сказать Я вот сидел Еще Когда я был ПВД Сидел Адольф Вальдах Если вы знаете Замминистра Вакфов У него на диване И пришла Группа Босниц Разных Возрастов Женщины Мужчины Молодые люди И Началась дискуссия Интеллектуальная дискуссия На русском языке Адольф Вальдах Сидел Я Еще кто-то со мной был Не знаю Из России Вот И большая делегация Я Я был поражен Я представил А из России Я мог бы набрать Людей Мусульман Из России Где больше 15 миллионов Вот я общаюсь С разными кругами Духовными правами С мультиями Я понял Что я не наберу Даже из мультия Которые могли бы На таком уровне Как боснийские Боснийская Группа Которая приехала На семена Могли бы И вести дискуссию На таком уровне Еще на русском языке Это первое Потом я с ними Начал разговор Мне заинтересовало Сколько у вас Дей кандидатов Исландских наук Мне Вот Процент первое И то что я не могу Найти столько людей В России Которые могли бы Вести такую же дискуссию На русском языке Вот Я спросил Ну тогда это было Несколько лет назад 50-60 у нас Кандидатов на На 2 миллиона Мусульман Восстанцев Которые также являются Как и мы Коренными жителями Европейских стран Посмотрите Я тоже не очень понимаю Почему Наши Мусульманские деятели Не идут За опытом В эту Соседнюю страну А сейчас там Достаточно Большая гармония Там Был да Радикализм Слафизм Там Ехали бороться За освобождение От геноцида Там Сребреницы Геноцида Сербов И так далее Там очень сложно Было Как делилось Югославия Вот И воевали Некоторые Даже Очень много Ехало арабов Добровольцами Воевать туда Как в Афганистан И так далее Вот Даже Один Араб Которого Многие Знаете Адельфаля Васил Он Возглавал Был Проповедником От высоты Вот Он как раз Был один из тех Который поехал В Пустню Воевать Вот А потом Стал Вернулся Ну Были у него проблемы Вернулся И стал проповедовать Выйти От высоты Срединности Пути И так далее От дурахи Может Вы его знаете Он приезжал В Казаль В Москву И выступал На высоте И Самая Пустня Она Совсем другая страна То есть В первую очередь Там нету Такого Деления Если вы посмотрите Нету таких Ярких проявлений Там есть тоже Разные направления Как я сказал В зависимости от характера В первую очередь Характер Ментальность Есть Салафинский настроен Суфинский настроен Ихламинский настроен Еще как-то настроен Вот Но у них есть гармония Вот Во взаимоотношениях Мы тоже можем Прийти к этой гармонии У них нет такой проблемы Который Сейчас мы Горлованим Другим Другим Поэтому Нужно Уважать уровень Решать вопросы Нам нужны Кандидаты Исламских наук Не 50-60 Сейчас у нас нету 50-60 А 500-600 Потому что Мы же не 2 миллиона Я думаю Тогда очень много Что решится Уверяю вас Я так просто позволю У нас этого Рассчитываю Очень трудно Что это такое Интеллектуальный Итак Саляфия Саляфия Если рассматривать Саляфия Саляфия Этнических Цюрков Азербайджанцев То Среди них Этот процент Процент Шиитов Еще больше И Сунитское Население Азербайджана Оно традиционно Исповедовало Шиитов Прошу прощения Шафиизм И По ближайшему Прокону Если можно То есть Коренное Этническое Сунитское Население Азербайджана Традиционно Придерживалось Шафиицкой Правовой школы А то Что мы имеем Сегодня Это В основном Халифитская школа Она получила Распространение И вот Ввиду Вот этих Обстоятельств Саляфия Она Не встречала Противодействие Так скажем Со стороны Сунитов В Азербайджане Других Сунитских школ Поскольку Ханафитская школа Она тоже была Пришлой И не могла Претендовать На то Что она здесь Как-то традиционная И А со стороны Шиитов Понятно То есть Тут было Сунита-Шиитское Условно скажем Противостояние Хотя Живем И жили Достаточно мирно Ну Определенные диспуты Дискуссии были И так Саляфия имела Возможность Распространяться В Азербайджане И что мы получили Мы получили Реально Пятый Мазхар Понимаете То есть Мы можем Много говорить Что в Саудовской Аравии Это традиция Там Они Идут По хамбалитской школе Нет Они не идут По хамбалитской школе Они идут По своей трактовке Современной Но ничто Не говорит о том Что через 25 лет Мы не получим Шестой А потом Седьмой Восьмой И так далее То есть Я сторонник того Чтобы за рамки Этих четырех школ Мы все-таки Не выходили Потому что Иначе Их будет Очень много А сегодня Мы видим Что в Азербайджане Их по сути Уже несколько Поскольку Потом Братья Саляфиты Или как я их называю Псерды Саляфиты Потом друг с другом Поссорились И каждый Опять-таки По своему Трактует Если раньше Авторитетом были Допустим Ибунбас Ибунусеймин Сегодня их нет Авторитетов стало Много Причем Они местного Пошила И Это Тоже Реальность Поэтому Когда мы То есть Если мы рассматриваем Саляфию В религиозно-правовом Боле То это Вызов Четырем Басхавам И вызов Достаточно Неопределенными И Весьма Негативными Последствиями Для нашей Уммы Если мы Рассматриваем его Как социальную Организацию То есть Саляфийский Группы Как социальную Организацию То мы получаем Сектантские Организации Это Сектантская Идеология Опять-таки Я не могу Судить За всех Но я говорю Об опыте Который мы Имеем В Азербайджане И Известная Так скажем Саляфийская мечеть Джума Наримановского района Или больше Известно как Абубакар Прихожане Этой мечети Вот посмотрите Здесь большая разница Между тем Что говорил имам И как его понимают Прихожане Имам никогда Не говорил Тех слов Которые Потом можно было Услышать У некоторых Приходивших туда Но Посыл Который Он давал Этот посыл Сектантский И что мы имеем Как Я Из Собственного Опыта Расскажу Одну историю Когда Молодой человек Ходивший В ту мечеть Он Утверждал Что В мире Есть всего Две Правильные Мечети Это одна Месчудуль Харам В Мекке А вторая Мечеть Абубакар В Баку И все Я честно говоря Услышав это Я не поверил Я его остановил Мухаммад Его звали Тоже И я говорю Мухаммад Ты такую вещь Сказал Он говорит Конечно Это так и есть То есть Понимание Неграмотной Толпой Слов А фактически Вот этого Сектантского Посыла Оно приводит Вот к таким Безобразным Формам Восприятия Ислама И умолчивать О том Что этого нет Нет Это есть Другое дело Что Почему Это происходит Значит Что я хотел бы сказать Вообще О происхождении Вот этого Почему Салафитское Или вот это Псевдо-салафитское Понимание Ислама Оно получилось Зеленый свет В мире Ничего не происходит Случайно И Ему дали Зеленый свет Для того Чтобы То есть В 80-е 90-е годы Вот это вот Псевдо-салафитское Трактовка Она получила Поддержку Причем Поддержку На очень-очень Высоких Кругах И В том числе Постсоветское Пространство Оно было Одним из регионов Где это все Проходило Апробацию Но первичная Апробация Она была В Афганистане Поскольку Потенциал Деструктивный Потенциал Вот этого Сектантского Мышления Они для себя То есть На западе Для себя Открыли в Афганистане В 70-е годы Когда Афганистан До того Был социалистической Страной И мы знаем Что вот этот Период правления Когда это было Королевство Примерно 50 лет Это был Золотой век Или золотые Полвета Афганистана Когда страна Развивалась Пусть по социалистическому Пути развития Но американцам Условно нужен Был такой зеленый пояс Они Включили в него Афганистан Ирак Предполагалось Включить в Турцию Потом передумали Знаем Что было в 81-м году Частью этого зеленого пояса Стал Афганистан И мы знаем Что руками МУ Руками духовенства Было уничтожено Все вот эти Социалистические достижения И Афганистан Сегодня Имеет то Что имеет Дети Растут с автоматами Калашникова В руках И Растят Коноплю Это Результат Того Что сделало Духовенство При поддержке Я не хочу Никого называть Я не хочу Называть имен Я не хочу Называть это Но все знают Что это был Слоник Поэтому Да это было Да это Попытались Сделать И на Постсоветском Пространстве Поэтому Без понимания Того Откуда растут Рога Мы никогда Не поймем Суть Происходящего С нами Суть того Что делают С нами Ислам Я это много раз Повторял Не является Сектантской Идеологией Ислам Объединяющий Нас всех Вера Пока мы Не откажемся От такого Подхода К исламу Пока мы Не перестанем Разделять Друг друга На группы Нам будет Очень трудно Прийти К какому-либо Согласию И хочу Процитировать Когда мы Говорим Буквально Минуту Хочу Во-первых Порекомендовать Эту книгу Если вы Хотите Понять Как Распространяются Ереси То Очень Интересный Обзор Этого Привел Своей книге Имя Розы Умберто Эппо Итальянский Известный Писатель Медиавилист И это Сочинение Всей его Жизни Хотя Первое И последнее Но самое Лучшее И он пишет Простицы Не имеют Возможности Выбирать Подходящую Им Ересь И хватаются За того Кто следует Проповедю Через их землю Кто останавливается И держит Речи Народу На городской Или на деревенской Площади На это и делают Ставку Их противники Предъявить Народному взору Одну единственную Ересь Превосходная Превосходная Находка Проповеднического Искусства И вот это Сегодня Очень легко Используется В мусульманском мире Для того Чтобы разделить Нас Не поддавайтесь На Вот эти Так скажем Провокации Не позволяйте Использовать вас Для того Чтобы делить Мусульман на группы Потому что Кто это делает Он это делает Не вашим благом Позвольте Я Прежде чем Сам вопрос задавать не буду Хотя они у меня есть Но я позволю себе Две полемические Реплики Конечно Салафиты Ваххабиты Фундаменталисты Радикалы Они не ангелы И Упреки В сектарстве Наверное Наверное Что-то под этим есть Просто я напоминаю Что Не какой-то там Мухаммад Который так особо Почитает Одну из Бакинских мечетей А В общем-то Представители Духоменства Главы регионов Публично Собравшись Под видеокамер С медийным освещением Только что Относить недавно У всех на памяти Как у нас говорят Так вернули Салафитов И кто Тут дектанты Это Первая реплика Значит Что касается Афганистана Кстати Я вот вижу Здесь Сидит Афганистана Афганистана Это к нему К его сотрудникам Скажем Тоже относится Когда я первый раз Приехал в Афганистан В Афганистане Бывало очень много Бывало подолгу Я С изумлением Обнаружил Что там Ну наверное Где-то Эти салапы Есть Но я С ними Не мог Встретиться Вот все Так называемые Знаменитые Талибы Это Суфии Диамандитских Тарикатов Все Ну может быть Там можно найти Кого-то другого Но их очень мало Более того Я спрашивал Военных воевавших В 90-х годах В Таджикистане Я спрашивал Почему Вы называете Вот этих Вовчиками Своих праздников Вовчиками Ну это Ваххабитов Так вот Сократин Все Это были Суфии Одни От Одного От первого До последнего В Таджикистане Не было ни одного Реального Салапа Все Это были Суфии Вот Ахмед Это ваши сотрудники Вот это плохо Очень понимают Я наталкивался На статьи Где они Путают Акрыдую Политику Где они Не понимают Что талибы Это не Салапиты Укланизм Да Укланизм Последние В последние Годы появились А теперь А теперь Вопросы И я думаю Я хочу Во-первых Побладать Эльмир Муалин Потому что Поднял Градус Этого Разговора Можно сказать Зная его мягкость Просто Отжег А Поэтому я думаю Вопросы Будут Кто Есть у кого-то Вы только что Говорили Дайте кому-то Еще слово Я слушаю вас Вопрос Вопрос К сожалению Такфира Мы знаем Что Как вот Появился Появился Это Как новый Маскап Его именуют Но Если посмотреть Журнал 1911 года Мы знаем Что Нашими предками На этих землях Издавались Книги И 30 тысяч книг В том числе Где-то Более 300 Периодических Изданий Был журнал Дин Ван Айшат То есть Религия и жизнь Там были Богословские статьи Вахабил Аркин Вопрос Можно к вам И вопрос Вот Считаете ли Что Вот этот проект Вахабитский Это проект За которым Стоит Лондон И Вашингтон К Эльмиру Или к Мухаммаду К Эльмиру К Эльмиру Муалим Который Приехал Из Бабухожги От Дениса Паларк От Дениса Хочу его поблагодарить Тоже Очень коротко Постараюсь Ответить Использовался Этот рычаг Безусловно Использовался Британской империи В первую очередь Натануне Первой мировой войны Для того Для ослабления Османского государства То есть они Поддерживали его Ни в коей мере Не для Того Чтобы новое течение Создать в исламе Им это глубоко Безразлично Они его использовали Сугубо В своих политических целях И разыграли Эту карту Мастерски Молодцы Еще вопросы Прошу вас Вопрос лучше На счет этого момента Хотел сказать Какого этого момента? Казатель того Что Западом Это все Создано Подождите Подождите У вас вопрос Или у вас реплика? Вы хотели высказать свое мнение И хотели что-то спросить? Скорее Вы сказать Тогда Вы уж меня Извините Но я не дам вам слова Еще у кого-то Вопросы Прошу вас Для нас Вы сейчас Устал Заявляетесь И у меня вопрос Вам Как к нашим учителям Первый вопрос Вы говорили о том Что практическое решение Объединения Устал Увеличить качество Образования И увеличить Количество Ученых У меня вопрос Как это сделать Практически Что вы советуете Для Российской Федерации Как это сделать? А сколько у вас Вопросов Заявляетесь Игна Геркулеева А вы Сказали Практически Я Примену Разрешение Наших проблем Знаете Кои наши Проблем Чтобы прийти К какому лицу Согласию Каким образом Вы это Предлагаете Практическое применение Я начну С вашего позволения С Мухаммад Мухаммад Да Спасибо Ну Словно Если мы Хотим Увеличить Количество Просвещенных Образованных Людей Мы должны Обращаться К просвещенным Образованным Людям И к Тому Опыту Который Существует В мировой Практике Вот я Назвал Воздию Их Практиками В принципе Очень Поучительной Потом Очень много Есть Великих Ученых Сегодня Даже Вчера Слышали Как его Вступление Так В кавычках Корониста Доктора Профессора Тафак Ибрагима Который На вопрос Нашего Уважаемого Слушателя Ответил На том Что Он Назвал Он не мог Найти никого Жены не живущих Как представителя Воспитанного На Школе Братья-кусульман Юска Тардавича Больше Никого Не нашел Найти живущих Видите Даже Такой Либерал Ихронист Как только Его называют Это тоже Очень показательно То есть Мы не должны Не Но у нас Очень много Попрессий Пишется Негативно На этот Счет Есть Одно Вот Это Вот Этот Негатив По отношению Очень уважаемые Действительно Академическими Знаниями И пользующимися Огромным Авторитетом Ну и есть У них Определенные ошибки Да он Немножко Влез В политику Да Действительно Он подорвал Немножко Авторитет Влез В сирийский Вопрос Политический Лучше Был оставался Богословие Но он Сейчас В принципе Как я понял Он Несколько Осознал Это И сейчас Уже Не старается Незаполитические Вещи И Много Помимо него Очень много Великих Ученых Мухаммад Вот можно я Тебя вот Немножко В русло Направлю Вопрос же был Не о том Как много Великих Ученых Есть И скольких Из них Ты знаешь Ну практически Простой А просвещение Я С вашего Позволения Немножко Уточню Просвещение Оно Нужно посылать Грубо говоря Людей Учиться В признанные Международные Исламские Центры Алиасдар Там Институты Рияда Или же Нужно Делать Что-то Своё Типа Булгарской Академии Я знаю Что я Я даже Намеренно Эту шпиль Втыкаю Ответь Пожалуйста Этот вопрос А если Допустим За рубеж Там У нас Это нужно Создавать А если За рубеж То куда Нужно Нужно Работать По всем Фронтам Особенно Мы Сейчас Находимся В таком Не очень Таком Хорошем Положении В плане Образования И поэтому Нужно Работать Надо Создавать Академию Которая Сейчас Пока К сожалению Без Академиков Надо Значит Привлекать Академиков Из-за рубежа Раз у них У нас нет И мы Без этого Не сможем Но естественно Если мы посылаем Естественно Должна быть Система Потому что Мы очень много Людей посылали Я лично Очень много Посылал В 90-х И увидел Ошибку Потому что Мы посылали Зеленых Вот Да И не было Системы Поэтому Большинство Мы послали Ну По крайней мере Из Российской Федерации Было Постно Десят тысяч Молодых Людей За рубеж Да Но в результате В результате Это Из них Реально Получили Степень Там Магистры Это Можно пересчитать На Дипломированные Специалисты Да Дипломированные Специалисты Из них В лучшем Случае В лучшем Случае 2-3 Процента Из тех Которые Поехали Из То есть Из десятых Тысяч Где-то Ну процентов 3-4 Может быть Это По оптимистическим Моим Подсчетам Приехало И получило Диплом Остальные Приехали И несли Действительно Ересь Вот И выступали От различных Авторитетных Международных Университетов Которых Они Были Двойшниками И недоучками Или выгнанными Или ушедшими Подавляющее Большинство Большинство Были Такие Ну приехали И говорили Я закончил Я учился В Алясгаре И даже Говорили Я закончил Но не знаю Большинство Подавляющее Большинство И закончили Вот И то же самое Касается Университетов Саудовской Аравии Алияда Миньки Медили И так далее И Других Университетов Очень много Не закончили Приезжали Уже толкали Свои Создавали Проблемы В своих общинах И так далее И таким образом Сделали То есть Вот Надо вот эти моменты Учитывать Да И Надо Идти за опытом Действительно Очень сильно Сильные ученые Очень сильно образованные Интеллектуально образованные Очень много есть В исламском мире Их очень много В Европе Многие По тем или иным Соображениям Особенно сейчас На Ближнем Востоке Очень много Переехали В Европу Создали центр Международный центр Исламской мысли То есть Там очень много Интеллектуальных Профессоров Тоже работает То есть С ними надо Контактировать Их надо Приглашать Может быть Преподавать Болгарское Булгарское Одиндом Даже считаю Нужно Чтобы они Здесь Принимали Участие Таким образом Мы можем Восстановиться Восстановиться Потому что Мы Ома Исламская Ома Сообщающаяся Сосуд И отделять Нас Это Пример То же Сталин Сделал Отделил Сталин Забросил На Советский Союз Железную Занавес И все Отделил Нас Мусульман И в конече Что от них Относил Образование Культура И так далее Осталось Да Мы видим И сейчас Мы Страдаем В этом плане Поэтому Не нужны Железные Занавеси Нужно быть открытым Если касается практических шагов На пути к согласию Между мусульманами То Нужно Искать его В Коране Аллах Субхану Атала Говорит Заходите В дома Через дверь Когда вы Начинаете делать Что-то Идите постепенно Не пытайтесь Залезть в дом В окно Не пытайтесь Подняться На 16 этаж Минуя Все Предыдущие Этажи Что это означает На практике Это означает Что инженер Он должен Заниматься Своим Инженерным делом Если ты врач Ты должен Не пытаться Стать умнее Богослова В вопросах Теологии А Заниматься Своей непосредственной Обязанностью Хорошо И качественно Лечить Пациентов Которые обращаются К тебе Вот о чем речь Дайте возможность Теологам Заниматься Их делами А когда приходите В мечеть Учитесь У них Нравственности Учитесь У них Деянию Добра Набирайтесь У них Позитивной Энергии Для того Чтобы нести Эту любовь Это добро В общество Дальше Не входите В те двери Зная Что вы Дальше Не пройдете Не пытайтесь Войти В океан Зная Что вы Будете Плавать Только У прибрежной Линии Если вы Готовы Идти путем Допустим Я сам получил Медицинское образование Я закончил Медицинский вуз В чем Меня очень часто Упрекают И так С издевкой Хорошие братья Самых разных Мостей Говорят Он переводчик Намекают На это Нормально Я очень рад Что я перевел Коран Ибн Аббас Был Дальше Мену Коран И если вы Меня называете Переводчик Корана С негативным Оттенком То я согласен Нормально Пусть я буду Если я сумею Довести до Моих братьев И сестер Смыслы Корана То это Здорово Поэтому Когда мы Говорим О том Что нам делать Каждый Должен Заниматься Своим Делом Клянусь Аллахом Я убежден Что я Абдурауф Хазрат Мухаммад Салахаддин Тауфик Ибрахим И любой другой Мы найдем Друг с другом Общий язык Но Люди Которые Интерпретируют Мои слова Вырывая Фрагменты Из книг Которые я написал И которые Интерпретируют Услышанное От Абдурауф Хазрата Или от Любого другого Проповедника И наставника Они друг с другом Прийти к согласию Не сумеют Я очень много Общался Я живу в Турции Я общаюсь С руководителями Разных турецких Тарикатов Я хожу в разные Мечети И я Веду с ними Дискуссии И я вижу Что я Их слушаю И меня слушают И меня слышат И все нормально Но когда я Начинаю общаться С каким-то Рядовым Даже не Мюридом Он даже не Мюридом Он просто Считает себя Суфи Понимаете Вот Хорошо Что сейчас Абдурауф Хазрат здесь Потому что Суфи И он очень правильно Почетнул Суфи Это ступень Он должен пройти Это для того Чтобы подняться На эту ступень Но сегодня Каждый прихожан Мечети Который толком Даже Шариатом Не овладел Он уже считает Что он Суфи И начинает Защищать Суфизм Ревностнее Чем это Делали бы Гранде Или делали Поверьте мне Я не хочу Опять таки Называть имена Но я общался И с салафитскими Шейхами И с суфитскими Руководителями Больших джаматов И все нормально А почему же Тогда Рядовые Интермонии Потому что Занимаются Они своим делом Последний вопрос Его Простите Пожалуйста Но его Уже Зарезервировали У нас Время поджимает Но у нас будет Еще одна часть Да Спасибо Очень Такой Наполевший Вопрос В какой-то мере Это повторение Вопроса Который был задан На предыдущей сессии Но все-таки Да У нас есть ребята Которые проучились У нас есть Такие Да Единицы Которые степень получили У нас есть доктора Шариатских наук В России Мы знаем Но опять же На практике Мы сталкиваемся С проблемой Когда Кого-то Возникает желание Пригласить Для работы Для участия Начинается Вот это вот наше О С ним Нет С ним Не будем Нет Да вы что И вот навешивание Ярлыков Я понимаю Что вопрос Скорее Виторический И грех души Но все-таки Раз уж у нас Здесь такая Почетная публика Собралась Я хотела бы От каждой из вас Очень кратко В виде блица Ответ услышать В том числе От вас Уважаемый наш модератор Сумеем ли мы Преодолеть Вот эту вот Тенденцию И что для этого Надо в первую очередь Каждому Сделать Вот Лично Я думаю Начнем Думаю Начнем С Мухаммада Что вы думаете По поводу того С кем Вам не хотелось Встречаться Так говорите Обсуждать Что Насчет Встречаться У меня Я готов Со всем Встречаться У меня нет Никакого комплекса В этом плане С удовольствием Встречались Общаясь У меня Обспорта Нет Любой Приходитель Атеист Сатанист Я готов Общаться С большим Удовольствием А вот Это первое Что касается Есть препятств Ну Во-первых То что вы провели Вот этот прекрасный Прекрасный проект Михаил То что вы проводите Это тоже показатель Что мы свободно Здесь общаемся Разговариваем Это тоже Одна из ступеней К тому Что вы сейчас сказали Как преодолеть Действительно Есть определенные Стереотипы Кабинетов Ну Которые Вот В принципе Отталкивались От этих политических Сепаратистских Движений Которые были И Они считают И Востоковеды И Некоторые Востоковеды Поддакивают Или Подают Платные записки Или еще Что-то То есть Они подтверждают Это что Все заграничено Очень опасно Вот И Естественно Нужно До этих Кабинетов Достучаться Просто Объяснить Что это не так То есть К сожалению Это В этом направлении Слабо Работается Вот А в принципе Там очень понятные Люди Вот Мне приходится Очень много Тоже И с ними Общаться Там очень много Понятных Людей Которые Понимают Просто К сожалению Нет людей Которые До них могут Доводить То есть Не хватает Людей Которые Могут Подоводить Но Вот Вы же Двели То что Проводите Один из Шикарных Примеров Будучи Патарстане В регионе Вот Так что Я думаю Идти Такими Путями Многие Вопросы Сможем Преодолеть И Вот Очистить Наши Сообщающие Сосуды Мощной Народной Умой И будем На благо Как Свою Мы в России Так и На благо Всего Российского Общества И Мирового Сообщества Спасибо То есть Из ответа Я понимаю Что Мухаммад Ни с кем Не боится Встречаться У него нет И дейсинкразии И судя по всему Когда нам говорят Что такие случаи были Это не к нему Относится Эльмир Мой Наверное И не ко мне Хотя бы Потому что Меня редко Приглашают В Россию И в действительности Мы уже Идем Этим путем И То что я Видел И в Казани И в Москве Пять лет назад И то что я вижу Сегодня Как говорят У нас в Баку Да Не в Одессе Это две большие разницы И Это здорово Это Очень Вселяет Надежду Что делать Нам Дальше Каждого из нас Прежде всего Мне Поминоваться Всевышнему Аллаху Который Сказал В Священном Куране Не пытайтесь Обелить себя Не пытайтесь Выставить себя В белом свете Более праведными Чем все остальные Будьте Самокритичны Тогда вы станете И настоящими Сарафитами И настоящими Суфиями Одновременно Ну а тебе я скажу Что я как раз По-человечески Понимаю Вот эту вот реакцию Когда кто-то С кем-то Не хочет встречаться И когда я просматривал Список Людей Которые должны были Предположительно Самые первые списки Намечные Участвуют во всем Этому мероприятии Я естественно Видел Фамилии людей Имена людей Когда у меня Че-то там Такое Внутри Я даже не понимаю Понимаю Что В принципе Я враждебен Но сказать Что Я не хочу С таким-то Лично для меня Это Ну признание Трусости Что ли Побоялся Не дай бог Подумывать Что побоялся Лучше быть битым Чем Быть Назвым трусом Понимаю Но я хочу вам сказать Что по-человечески Вот именно Вот с точки зрения Своего нафса Я конечно понимаю Людей Говорят С этим Да я сегодня Не хочу рядом сидеть Ну Как мы все знаем Нафс нужно Беспощадно Задавливать А мусульманин Может бояться Только Но У меня вопросы К вам Вы дважды Вернулись К этой тени Может вы просто Возьмите и заложите Тех Кто Отказывался С кем-то встречаться И дел В конце Нет Дело не в этом Дело не в этом Это был вопрос В данном случае По поводу Специалистов Которые Приехали Обучившись В других странах И у нас есть Такие специалисты Дипломированные Их потенциал Надо использовать Но Они не хотят встречаться Но Появляются люди Которые Против Говорят Нет Ну Так вот Я буду Им можно помочь Я сегодня Я вчера с ним беседовал С одним из ваших Ваших решений Я хочу сказать Что у нас впереди Сейчас мы немножко Отдохнем Совсем немножко А впереди у нас Еще вишенка на торте Впереди у нас Тема традиционного Ислама Это тема Про то Что никто не знает Что это такое Это тема Про то Большинство Не верят Вообще В существование Это Любопытная тема И только ради нее Одной бы Я бы сюда Приехал Даже не то Чтобы провести Это мероприятие А просто Чтобы послушать Потому что Ну в общем Традиционный Ислам Это В какой-то Степени Загадка И эта тема У нас Впереди А пока АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ